итак друзья всех приветствую сейчас начинаю делать декоративную штукатурку карта мира нанес первый слой такую шубку сделал сейчас покажу как наношу первый слой потом смешаем декоративку вот эту то есть на первый слой цвет будет вот этот же сделан а на второй слой уже фактура будет наноситься уже маленько другим цветом но так как ведро дно нам нужно вот это вот сейчас сколько уйдет отработать и потом уже остатки заколеровать левать будем сами поэтому как бы так сейчас скотчем проклеил скотч специальный такой который не оставляет следов на краске так как стенка уже покрашены нанесение первого строя я производил маленьким валиком это было сделано только из-за того что у меня уже все чисто все помыто стены покрашены и чтобы декоративка не налетела никаких брызгов чтобы не было ни на пару и на стенах покрашенных производилась очень аккуратно вот эта вот работа так то в принципе можно взять обычный валик и раскатать по-быстрому наносить второй слой декоративной штукатурки травертин примерно получится что-то вот подобное сейчас был нанесен на первый слой ну не сейчас вчера был нанесен первый слой сделана так называемая шубка на стене поставил также подсветку было получше видно и буду использовать вот такой вот шпатель отдыхай хотя он для плитки но в принципе если рука набита можно им делать декоративную штукатурку ну что погнали нанесение второго строя производится по вверх шубки то есть ляпками наносится на шпатель вот эта вот смесь и также как бы ляпками вот вот так вот она просто на стенку прикладывается и все в дальнейшем немножко это все подсыхает и производится разравнивание там змейка или как бы по кругу как-нибудь разными хаотичными движениями шпателя причем вот обязательно шпатель вот этот вот должен быть металлический потому что есть декоративные пластиковые шпателя такие но ими вот так вот не нанести поэтому именно нужно металлический шпатель на металлический шпатель стоит что-то времени 4000 поэтому я использовал шпатель от бихай он как бы в принципе идеально подошел но сейчас при обычной скорости немножко давайте посмотрим как это все делается то есть вот наносятся такие ляпки хаотичными движениями где-то возможно нужно еще добавить ляпок и дальше вот производится такое как бы сграживание причем сграживание производится один раз и потом через какое-то время там ну буквально через минут 10 наверно когда сверху подсыхает немножко производим еще раз небольшое такое сграживание и выделяется такой небольшой ну как блеск ну более сильным блеск декоративной штукатурки обязательно даже если вы работаете очень аккуратно на полу нужно что-нибудь постелить там какую пленку хотя бы вместе где вы работаете так как это декоративная штукатурка она очень хорошо въедается в любую основу то есть как на стену может попасть так и на плитку допустим пвх как у меня на полу возможно кое-где приходится наносить еще и повторно в общем то декоративная эта штукатурка у нее очень разные виды есть нанесение то есть бывает что нанесут на один свой потом то есть наносят то есть нанесут на второй свой потом наносит еще и на третий свой точно также разравнивают то есть тут очень много всяких вариантов окно а теперь после нанесения второго строя мы производим нанесение воска нанесение воска производится при помощи опять же такого специального инструмента это специальная такая губка кстати тоже стоит очень недешево но вообще все вот эти вот инструменты для декоративной штукатурки они в общем то стоят очень дорого но честно говоря вот если бы не такая губка то нанести воск обычной губкой ну очень сложно потому что та же самая обычная губка да у нее она разрыхмачивается и у нее остаются от самой вот этой вот губки даудоку допустим кухонная губка от нее остаются прям вот эти вот сами чистки то есть ей нанести невозможно поэтому приходится покупать все-таки инструмент ну видите я не часто все-таки занимаюсь декоративной штукатуркой поэтому вроде и не всегда нужен кое-какой инструмент и пытаешься где-то что-то как-то сэкономить опять же вот шпатель от бихай в общем то можно легко гребенку обрезать там в наборе несколько шпателей и допустим один шпатель приспособить именно под декоративную штукатурку нанесение воска довольно простое воск наносится хаотичными движениями также чтобы он питался в нашу декоративную штукатурку как правило это производится на следующий день после нанесения второго там или третьего слоя штукатурки но после того как мы нанесем вот этот вот воск пройдет еще небольшое совсем время я установлю клинтуса и уже потом дальнейшем покажу что у нас получилось кому данное видео понравилось и было полезно поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал ну а также у меня есть канал в дзене на главной странице есть на него ссылочка в правом верхнем углу есть ссылки на instagram дзен вконтакте подписывайтесь